Приветствую вас. Я думаю, Юрий Юрьевич, что основная глобальная, так сказать, проблема заключается в том, что вы, ну, вообще склонны были подавлять свои эмоции, склонны были подавлять свои чувства, склонны были подавлять свои желания, ну, по разным причинам, вот, возможно, по причинам, что родители вас этого не хотели, возможно, по другого рода причинам, не знаю, но все заключается в том, что вот есть, на мой взгляд, за вами такая вот история, что вы склонны подавлять свои чувства, вот. То есть, вот, ваша, ну, ваша, условно говоря, беспроблемность, вот, которую вы описываете, она, вот, собственно говоря, про это. Она, собственно говоря, именно про вот то, что вы представляете своим, вот, и вместе с тем обесценивайте себя, конечно же, обесценивайте, сравнивайте, ну, с себя, да, сравнивайте, вот, с другими людьми, на мой взгляд, на постоянной основе вы это делаете, вот. И, соответственно, это, конечно, есть определенная, ну, это, это составляет определенную сложность, важность, вот. Далее, вы даже в контексте своего вопроса, в контексте своего текста не задаете вопрос, то есть, точнее, не озвучиваете, чего вы хотели бы, что вы хотите-хотите, вот. Понимаете, какая история, ну, вы не говорите о том, что вам, что вам хочется, чего вам хочется, что вам нужно, вот. И это, на самом деле, один из, тоже, очень, таких, важных моментов, на самом деле, вот, потому что, какие у вас желания, да, еще хочу, чего вы хотели бы. Здесь есть, конечно, сложность того, что вы не реализуетесь именно потому, что, ну, обесцениваете свои желания, вот. Здесь сложность заключается именно в том, что вы, как бы, осаждаете себя на постоянной основе, вот, осаждаете себя и не позволяете, например, себе, допустим, делать то, что вам хочется, себе поступать, может быть, так, как вам хотелось бы, вот, и так далее. То есть, этого всего вы себе не позволяете, по, ну, по той или иной причине. И, соответственно, с этим, ну, нужно работать, да, нужно работать с вашими чувствами, чтобы вы их раскрыли, чтобы вы их раскрывали, и чтобы, чтобы учились к ним прислушиваться. Вот. Вот. Именно к своим чувствам, а не к тому, что, например, требуют от вас другие люди, к примеру. Вот. А далее, ну, вот вы говорите, что были гуманитарием, да, да и, в принципе, сейчас до сих пор вы гуманитарий. Вот. И, соответственно, будучи гуманитарием, вы, ну, по сути, не занимались тем, что вам нравится, вот, по, опять же, по ряду причин, вот. Мне бы, конечно, хотелось бы узнать, почему вы, не смотря на то, что, ну, не смотря на то, что вы гуманитарием, почему вы не, ну, почему вы пошли туда, где ваш отец каменщик, да, вот. Ну, ну, потому что, вот, то есть, как бы это, такая вот история, это такой момент. И, опять же, это, ну, демонстрирует то, что вы не очень, да, в себе уверен, уверен, вот, не очень в себе уверен. Вы не доверяете себе и своим ощущениям, своим эмоциям, своим чувствам, ну, и, на мой взгляд, это является одним из ключевых, одной из ключевых особенностей вы постоянно себя пытаетесь подавлять, вот. Собственно, та тревожность, та тревожность, которая у вас есть, та тревога, ну, которая у вас имеет место быть, она связана, опять же, с этим, да, она связана именно с тем, что вы игнорируете себя, себя игнорируете, то, что вам хочется, а, ну, чувства, они дают о себе знать, как бы, в виде тревоги и так далее, вот. Ну, понимаете, какая штука, какая штука, ну, вот. Так что, здесь, тверждено совершенно однозначно, вот, вы себя не принимаете, вы себя обесцениваете, вы себя сомневаетесь, вы сомневаетесь, за что у вас любая жена, то есть, по сути, можно вести речь о том, что у вас есть проблема личных границ, потому что вы, ну, по факту, да, вы оспариваете выбор своей, своей жены, вот, то есть, вы, ну, как бы, вы оспариваете выбор, вы говорите, что за что ты меня любишь, то есть, как бы, не доверяете ей, а, это такая штука, то есть, свои сомнения, свои сомнения в себе, свои сомнения в себе, вы переносите, переносите на, свои, свои женщины, вот, что является, также, проблемой, да, вот, дальше, значит, вы пишете, я с собой заметил, чёртый прибор на старое настроение, вследствие того, что свои чувства подавляете. Сомневаетесь, желание избежать, избежать трудностей, избежать, ну, проблем, избежать каких-то историй, негативных, плохо фокусируешься на работе, ну, то же самое, да, то есть, ну, работа не интересна, работа не соответствует вашим, вашим, вашим ценностям, вашим представлениям. Прокрастинировать, прокрастинировать, да, опять же, выставляя себя, то есть, не следует стать чувством, сейчас раздражать, ну, то же, то же самое, да, тут очень многое вас задевает, задевает, очень многое вас задевает. Агрессия имеет место быть, это невыраженный протест против, ну, я так думаю, против ваших родителей, хотя, конечно, ну, хотя, конечно, я не уверен в этом, потому что, это еще нужно, ну, это еще нужно выяснить, да, вот, нужно еще выяснить, насколько правда вы протестуете, и против, против кого вы протестуете, да, потому что, ну, может быть, вы протестуете, не против родителей, там, допустим, да, против, ну, кого-то еще. Вот. То есть это такой достаточно важный момент. Но это протест, протест вы не высказываете, когда надо. Вот. И, соответственно, это тоже очень важный момент. Вот. Так. Стал более чувствительный, могу заплакать, когда трогательные сцены по телевизору. Ну, это также следствие, следствие ваших, ну, следствие ваших эмоций, следствие ваших переживаний. Вот. Вот. На мой, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Это, ну, это, что, что я могу сказать. Дальше. Страх выходить на улицу. Это, это, как правило, это, как правило, оценка. Страх, страх оценки. Вот. Как правило. Как правило, да, я не говорю, что это, ну, обязательно. Это обязательно. Так, но, тем не менее. То есть у вас, эээ, ну, возможно, есть вот этот страх открытых пространств, да. Либо страх оценок. Опять же. Вот. То есть, эээ, есть такая, эээ, проблематика у вас. Вот. Эээ. Дальше. Значит. Так. Эээ. Страх идти на новую работу и за недостатку опыта. Ну, это, так же. Ага. Оценка. Что с этого? Ну, это, эээ. Такая же история. Эээ. Оценочная. Эээ. Это такой же страх оценок. Эээ. Вот. Эээ. Дальше. Общая усталость. Это напряжение. Постоянная борьба. Ээээ. С собой. Самой с собой. Постоянная борьба. Эээ. Вот. Эээ. Дальше. Меньше. Так, как, так. Ну, мужчин очень, эээ. Эээ. Часто, ээээ, снижается либиды, когда, ээээ, есть некая, некая такая эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, но часто, часто бывает, именно так часто бывает. Дальше, сейчас, часто и ночью на меня редко находят паники, страх и панические атаки, связанные с тем, как вы реагируете на тревогу, вот, свою, то есть, ну, как вы реагируете, как вы реагируете на тревогу, вот, и опять же, это, ну, это зачастую, да, это нормальная реакция, зачастую, вот, зачастую это, ну, это естественная реакция, снижение либидо, потому что у многих мужчин либидо связано с самоутверждением, вот, с проявлением, ну, мужественности определенно. Если вы себя таким не чувствуете, да, если вы не чувствуете себя, мы, не чувствуете, да, реализовавшимся, вот, состоявшимся, то, конечно, будут такие вот проблемы у вас. Вот. Вот. Дальше. Так. Страх от родителей старей, почему вас это пугает? Я взрослый неудачник, ничего нет, буду уверенным не обеспечить детей. Ну, вы знаете, здесь речь идёт скорее о определённых требованиях к себе, то есть, у вас есть, ну, у вас есть требования, в некотором смысле к себе, и эти, эти требования, они неадекватные, они идут вероятнее всего от ваших родителей, ну, и к вам ничего, ну, к вам никакого отношения не имеют, как такового, в принципе, там есть требования. Требования, это тех людей, которые вам их, ну, которые вам направили их, эти требования, опять же. Ну, вот. Такая история. В такой момент. А, вот. Вообще, дальше. Следующее. Так. Открывая глаза, сразу к вам в горло, ужасное чувство, иногда присоединиться в автомобиле, то есть желание освободиться на фрак, не все преобладает над суицидом. Ну, то есть, здесь вопрос о, ну, об отсутствии, скажем так, об отсутствии смысл умышлой жизни. То есть, вы вот, как-то не, ну, как-то вы не, ну, как-то вы не ощущаете смысл жизни, вот. А, если вы понимаете, о чем я говорю, конечно, конечно, да. А, вот. И, соответственно, очень важно понять, почему вы боитесь смертью, чем связан этот страх. От, чего вы хотите, эм, освободиться, вот. И, хотите, не хотите ли вы, освободаться вообще. Вот. Ну, то есть, тут вот нужно исследовать, да. Дальше, помогите, что делать, что мне делать, да. Ну, вот здесь вопрос, который, весь вопрос, который нужно задать, да, вопрос, который нужно задать, это вопрос следующего характера, значит, что делать, да, что делать, чтобы что, вот. Какой, какой, какой вопрос, да, то есть, ну, понимать, да, что делать, чтобы что, то есть, какая цель у вас, вот. Что вы хотите, что вам хочется. А, это, на мой взгляд, очень, эм, очень важное слово, вот. Очень важный момент, это, вот. А, дальше, за что зацепиться? Ну, совершенно очевидно, что зацепиться вам мощно и нужно за свои чувства, вот. за свои эмоции, вот, и опираться, опираться, да, в своих проявлениях именно на них нужно, вот. То есть, эм, проблема, как проблема, заключается именно, вот, в том, что вы не слышите, не чувствуете, эм, своих эмоций. Вот, проблема, она, в этом. Как, ну, как, как правило, заключается, да, вот. Такая, такая история. Эм, соответственно, да, вам нужна помощь, вот, вам нужна помощь, эм, специалистам, эм, безусловно, вот. Сами вы, скорее всего, не справитесь, не справитесь, вот, потому что вы слишком, ну, вы находитесь, вот, в этом, в этом, в этом состоянии. Вот, и, соответственно, соответственно, эм, нужно реагировать, нужно действовать, эм, ну, вот, определенным образом, да, то бишь, эм, в определенном направлении нужно действовать. Вот, это, эм, то, что я могу вам сказать, то, что, то, на что, ну, точно, то, на что вы можете опереться, да, вот, в эм, эм, так, так сказать, эм, в своем, ну, в своем направлении, да, в своей направлении, в своих действиях, эм, вот. Обращайтесь, если у вас, эм, будет желание, обращайтесь, если у вас будет потребность, эм, будем рады вам помочь. Эм, на этом все, эм, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку качества лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи.